Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Электрокарбай. Сегодня будет выпуск новостей, посвященный международной выставке в Шанхае, Автошанхай 2023. На выставке было представлено около тысячи компаний из 20 стран. При этом было продемонстрировано 100 новых автомобилей, из них 70 электрокары. И о многих мы постараемся вам рассказать в этом и в последующих выпусках. Приятного просмотра! Автомобильный салон в Шанхае проходил с 18 по 27 апреля. За это время, по предварительным подсчетам организаторов, его посетили около 1 миллиона человек. Как вы уже поняли, во время автосалона состоялись десятки премьер как автоконцептов, так и серийных авто. Конечно, в одном выпуске мы не сможем рассказать даже о десятой части из них. Но мы обязательно сделаем это в следующих выпусках. А в этом видео мы начнем знакомить вас с новинками. Одной из первых стала вторая модель из последней линейки компании Smart. И как мы знаем, если сейчас мы говорим Smart, то подразумеваем китайский концерн Geely. Новая модель от автобренда Smart получила простое название Smart Nr.3. Логично было бы, если бы следом за кроссовером Smart Nr.1, который стал первым авто в эре развития компании, сразу дебютировала модель под названием Smart Nr.2. Но, видимо, в концерне Geely, которому и принадлежит большая часть некогда европейского бренда, Index 2 оставили для следующего авто. Отметим, что цифра 2 в КНР считается особенно счастливой и благополучной. А значит, такой должна стать и модель с таким индексом. Почему двойку не присвоили новому электрокару, можно объяснить тем, что это не совершенно новое авто, а вариация на тему прошлогодней первой модели. Ее также, как и единичку, в компании классифицируют как Sports Utility Coupe. То есть в Smart считают свою тройку купе-кроссовером. Технически два Smart из новой линейки идентичны. В их основе лежит модульная платформа Sustainable Experience Architecture, которая принадлежит концерну Geely. Колесная база у электромобиля 2 метра 78 сантиметров, а длина 4 метра 40 сантиметров. Как и первая модель, Smart номер 3 предложен в двух версиях. Базовая пятидверка имеет только задний привод. Электромотор выдает 200 киловатт или 272 лошадиных силы. Вторая версия с приставкой Brabus получила полный привод, а общая мощность движков 314 киловатт или 428 лошадиных сил. Для обеих версий обещана батарея емкостью 66 киловатт-часов. Пробег пока что не анонсирован. То, что салон второй модели унифицирован с первой, было ожидаемо. Но есть и заметное отличие. У тройки круглые дефлекторы вентиляции в центре передней панели. У единички они прямоугольные. Также новинка получила передние сидения с интегрированными подголовниками. Аудиосистема Beats и другие опции такие же, как и у первой модели. Старт продаж смарт номер 3 в Китае намечен на второе полугодие. Для Европы этот автомобиль уже тоже анонсирован, но поставки в старый свет начнутся только в следующем году. Далее Джили и Мерседес, которые еще формально также владеют акциями смарта, обещают выпускать по одной новой модели этого бренда ежегодно. Нам приятно обратить ваше внимание на то, что в Беларуси вы можете прямо сейчас заказать любой серийный электромобиль от BYD, X-Pen или NIO, а также десятка других автопроизводителей из Поднебесной. И сделать это просто вы можете на сайте ElectroCarBuy. Мы предлагаем выбор только среди проверенных моделей, поэтому на многие из них мы уже сделали обзоры. Смотрите наши сюжеты на этом канале и выбирайте свой электромобиль из Китая. Прямая ссылка на сайт в описании к этому видео. Электрический внедорожник среднего размера X-Pen G6 дебютировал на автосалоне в Шанхае. Он построен на платформе X-Pen 2-го поколения SEPA 2.0. Поэтому ожидаемо то, что электрокроссовер получил LiDAR, а значит и систему автономного вождения XNGP. Отметим, что это уже шестой электромобиль в линейке бренда. Сейчас компания продает флагманский электроседан P7 и его обновленное поколение P7i. Компактный электрокроссовер G3i, электроседан P5 и большой электрокроссовер G9. Электрокар X-Pen G6 вытянулся на 4 метра 75 сантиметров в длину, а его колесная база 2 метра 89 сантиметров. Авто имеет две версии. Первая получила один двигатель на заднюю ось мощностью 218 кВт или 296 лошадиных сил. Вторая версия с двумя электродвигателями, а значит полным приводом. Это плюс 140 кВт или 190 лошадиных сил. Общая суммарная мощность 358 кВт или 486 лошадиных сил. Поставщиком аккумуляторов для модели выбрана компания CABL. Это китайский конкурент лидера рынка компании CATL. Сколько будет батарей на выбор и какой они обеспечат пробег, пока что данных нет. Но известно то, что электрокроссовер сможет за 5 минут зарядки на мощной станции постоянного тока получить столько электронов, что их хватит на 200 км пути. Производство и поставки X-Pen G6 начнутся к концу второго квартала этого года. Хотели бы обратить ваше внимание на то, что сайт нашей компании постоянно обновляется. Заходите по адресу электрокарбай и вы узнаете о спецпредложениях дня, новых моделях и ценах на все электромобили из Китая. Прямая ссылка на сайт в описании к этому видео. Не обошелся этот автосалон и без настоящих электрических внедорожников. Кроме того, что такой электромобиль от компании Dongfang экспонировался на выставке, есть также и другая связанная с ним новость. Одна из крупнейших автомобильных компаний Китая Dongfang начала производство и продажа настоящего электрического внедорожника. Знакомьтесь, электромобиль Mengshi M-Hero 917. Его собирают на новом заводе в провинции Хубей, который принадлежит Dongfang. Автомобиль создан по мотивам концепта Empty Rain, который мы впервые увидели в прошлом году. В том же 2022-м Dongfang создала новый суббренд Mengshi, который будет выпускать только электрические внедорожники. Название с китайского можно перевести как «Воин», «Храбрец» или «Смельчак». Отметим, что авто из линейки Mengshi впервые появилось именно под лого Dongfang и изначально копировало модификации американского внедорожника Hammer. В 2022-м, видимо, уже был смысл выделить эту линейку в отдельный бренд и придать ей оригинальный вид. Тем более, если учитывать планы Dongfang занять сегмент настоящих электрических внедорожников. На китайском рынке Mengshi M-Hero 917 придется соперничать с еще более молодым брендом Yangwang и его первым внедорожником U8. Как вы помните, это отдельная автомобильная марка, но она создана полностью на производственной базе самого дорогого автобренда электроавто в Поднебесной – компании BYD. Если брать мировой рынок, то тут дороги двух китайских электровнедорожников расходятся. Так как Mengshi будет позиционировать свое авто как ровню американскому Hammer, а первая модель от Yangwang постарается занять место классического немецкого Геллендваген, а именно уже его анонсированную электрическую версию Mercedes EQG. Серийный Mengshi M-Hero 917 имеет следующие габариты. 4,99 метра – это его длина, 2,08 метра – ширина и 1,93 метра – высота. Колесная база – 2,95 метра. Внедорожник построен на оригинальной платформе Mora. На его борту 4 электромотора, каждый работает на свое колесо. Их суммарная мощность – 800 киловатт или 1088 лошадиных сил. Пробег на одном заряде батарейной версии пока что не озвучен. Также есть и электрическая версия с ДВС-мотором, который работает в качестве генератора электроэнергии. Общая мощность мотора в такой версии – 600 киловатт или 816 лошадиных сил. 197-сильный турбированный топливный движок может выработать ток, которого будет достаточно на 800 километров пробега. Какова емкость батареи, которая установлена в такой версии – данных пока что нет. Учитывая предназначение и технические характеристики, можно легко утверждать, что M-Hero 917 станет одним из самых дорогих китайских внедорожников. Его цена стартует с 700 тысяч юаней или около 120 тысяч долларов. Всего компания Маунши, а по сути Дангфан, планирует продавать полторы тысячи электровнедорожников ежегодно. Хотите больше интересной и актуальной информации об электромобилях из Китая? Тогда хотим посоветовать вам наш канал, на котором мы публикуем контент только от нашего китайского офиса. Нужно отметить, что вся информация на этом канале будет посвящена и связана только с Поднебесной. И создается она командой нашей компании, которая находится именно в КНР. Например, мы уже сделали получасовые обзоры моделей Netta S и Avatar 1.1, а также шортс-отчет о путешествии на электромобиле BYD HanEV по просторам Китая. Китайская компания Hosen Auto выводит на рынок серийное электрическое купе Netta GT. В экстерьере, кроме типа кузова, в китайском купе можно отметить безрамочные двери и базовые колеса с диаметром дисков 19 дюймов. Еще спереди есть багажный отсек, так называемый франк. В салоне видим 4 места, но задний ряд здесь все же условный. К тому же он лишен подголовников. На передней панели обращает на себя внимание экран приборной панели и огромный дисплей мультимедиа. Его диагональ почти 18 дюймов. За выбор режима движения отвечает правый подрулевой лепесток. Кнопки стеклоподъемников на дверях сенсорные. Также в салоне есть двухзонный климат-контроль, электропривод передних сидений и панорамная крыша. Netta GT представлена в двух версиях. Первая с одним электродвигателем мощностью 170 кВт или 231 лошадиная сила. Электромотор установлен на задней оси. Батарея емкостью 74,5 кВт-часа обеспечит дальность хода на одной зарядке 560 км, согласно китайскому циклу CLDC. Вторая версия с двумя электродвигателями, а значит полным приводом. Общая мощность одинаковых моторов – 340 кВт или 462 лошадиных силы. Емкость батареи незначительно увеличена по сравнению с первой версией. Это 80 кВт-часов. Она дает запас хода на одном заряде до 580 км. Со временем на рынок выйдет модификация с самой емкой батареей. Такое авто будет проезжать 660 км. Будет ли это также полноприводная версия – пока неизвестно. Скоростные характеристики модели тоже пока не названы. Но мы знаем, что это авто построено на такой же платформе, что и серийный седан Netto S. С такими же электродвижками его одномоторная версия разгоняется до 100 км в час за 6,9 секунды, а полноприводная за 3,9 секунды. Подобный ориентир можно применить и в случае с ценой. За электрическую S в Китае просят от 36 до 50 тысяч долларов. Учитывая кузов купе Netto GT и претензии на скорость и стиль, можно предположить, что новинка будет немного дороже. Как вам такие электромобильные новости из Китая? Мы рады вашему вниманию и благодарны за лайки под этим видео. Также мы прочитаем все комментарии. Ваше мнение для нас очень важно. А пока до встречи в следующем новостном выпуске на канале ElectroCar. Доставка электромобилей из Китая в СНГ. Продолжение следует...